Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет мир безумия, трэша и постапокалипсиса! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии Как битый по голове долбанули, хоть и крепкая она, все равно шок Мозг несколько секунд переваривал обескураживающую информацию Медленно выдохнул, пошарил в кармане, нащупал пачку Нечеловечески захотелось курить Глубоко затянувшись и выпустив дым, я спросил «Катенька? Какая еще, блин, Катенька?» «А че ты кипишуешь?» – удивился Вован «Хуль, любовь у нас с нею, поженимся, наверное, скоро, она ребенка ждет, кажись» «Ну вот сразу не мог это все рассказать» «Да ты че, братка, думал, на свадьбу не позову? Короче, еще с даты, блядь, неопределенка, но полюбасу гульнем по-царски на» «Ладно, проехали!» «Я хлопнул по колену. Обязательно придем!» «Заебок! Ну вот и готов, бля, заяц!» Десантник снял с углей покрытую аппетитной корочкой шкварчащую тушку «Будешь, ёпта?» «Давай, не откажусь!» «Камень с души упал!» «Я тоже буду!» Валера достал откуда-то миску и нож с вилкой. Мясо получилось отменное, нежное, получше лосятины, уж тем более постылившей тушенки. «Зайцы мне еще не попадались!» «Надо будет исправить это упущение и устроить геноцид ушастых в ближайшей округе!» «Интересно, как он его поймал!» «Вообще ништяк! Очень вкусно!» «Признался я, облизывая пальцы!» «Вован, как ты его поймал?» «Как-как, бля!» Он пошарил в шкурах и вытащил нож. Ножом зайца мочканул. Верилось с трудом. «Фигня делов! Зырепте!» Вован что-то нажал в рукоятке, раздался еле слышный щелчок. Молнией просвистев между мной и Валерой, лезвие вонзилось в глаз дохлого фрица. «Я чуть не поперхнулся мясом!» «Ох уж эти десантные приколы!» «Балестический нож!» С набитым ртом проговорил Валера. «Точно, епте!» Вован с довольным видом поболтал рукояткой, откуда торчала мощная пружина. «Классная штука, блин!» «Махнемся на Макарыча!» Тут же предложил я. «Ха-а-а! Не, бля! Нах он, жен Макарка твой! Вон трещотки валяются без дела, патроны хера тыщешь в лесу! Я теперь ближе к природе решил быть! Че своими руками добыл? Все мое!» В словах десантника есть резон. Все же наши предки десятки тысяч лет жили в пещерах. Но этот путь не для меня. Нужно восстанавливать цивилизацию, а не скатываться назад в каменный век. «Я верю! Человечество, наученное страшным испытанием ядерного песца, забудет про войны, станет развивать науку и технику, чтобы вырваться в космос, осваивать Солнечную систему, а потом колонизировать новые миры у далеких звезд». «Ну че еба! Червя запинали! Можно и одели побалакать, пока чаище заваривается!» Вован сыто откинулся на камень. «Давай, Санек, куреху на!» «Рассказывай, Валер!» Сказал я, кинув десантника Сигу. «Минуточку!» Он вытер пальцы туалетной бумагой. Затем порылся в рюкзаке, достал и развернул карту. «Километровка!» Понял я, взглянув на масштаб. «Значит так! Вот райцентр, здесь трасса, а мы примерно вот здесь!» Принялся тыкать пальцем Валера. Через три дня начнется операция по ликвидации незаконного бандформирования из бывших работников полиции и примкнувших к ним мародеров из числа асоциальных элементов. «Понятно!» Кивнул я. «А чё опять отложили?» «Мы находимся ближе всех, поэтому командование поручило провести детальную разведку сил противника. Посты, патрули, пулеметные точки, укрепления, если таковые имеются!» «Говно вопрос!» Хмыкнул Вован, выпуская струю дыма сквозь зубы. «Надо, блядь, языка взять, а лучше нескольких, я их, бля, разговорю нахуй!» «Да, такой вариант тоже рассматривается!» Согласился Валера. «Ну, сами понимаете, друзья, потом их надо, ну, того!» «Не ссы, расскажут, чё знают и даже больше, а потом ножом по горлу делов-то епте!» Я решил задать вопрос, который меня давно мучил. «А что вообще за командование? Какая-то боевая группа? Уцелевшие войска?» Валера отвёл взгляд. «Это секретная информация, извини!» «Да ладно!» «Воскликнул я!» «Колись-ка, мрад, здесь все свои!» «Да реально, мужики, не могу, меня потом в голову снимут! Скоро сами всё узнаете!» «Да херня не мороси, ёпта!» Вован щелчком отправил окурок в костёр. «Когда выдвигаться-то?» «Попрошу без мехуёчков!» Нахмурился Валера. «Задача серьёзная! Есть информация, что в посёлок прибыло усиление из Кандалакши, морская пехота США. Один или два взвода предстоит выяснить. Скорее всего, имеется тяжёлое вооружение и противодиверсионное оборудование. Этот населённый пункт очень важен для них в плане снабжения и, возможно, дальнейшей переброски войск». «Драли мы и пиндосов!» Усмехнулся десантник. «Помню, течне инструкторам натовским уши резал. Бу-га-га!» «Можно обойтись и без этого! Тихо, без шума, собираем сведения!» «Да шучуна!» «Если сейчас выдвинемся, к вечеру будем возле райцентра!» Продолжил Валера. «Вован, ты же там был вроде!» Сказал я. «Ну, в райцентре, когда Сергеичем в бане пировал!» «И чё?» Спросил Вован. «Просто лучше всех знаешь посёлок!» «Да херня это, а не посёлок!» «Кстати!» «Валера что-то вынул из кармана. «Надо ещё провести съёмку местности!» «Это чё за приблуда!» Десантник выхватил девайс из рук комрада. «Экшн-камера GoPro! Буду снимать всё на вылазке!» «Ба!» «Дай мне!» «Я тебе такое нахуй кино покажу!» «Бредовая идея!» Я покачал головой. Батарея замёрзнет на холоде. «Я всё предусмотрел!» Сказал Валера. «Жена шила специальную меховушку!» «Вот, смотрите!» «Да и аккумулятор стоит усиленный!» С этими словами друга натянул на камеру мохнатый чехольчик. Вован покрутил в руках новую игрушку. «И чё, ёб? Как её одевать-то?» «Надевать!» Поправил я. «Пох!» «На голову!» Валера помог десантнику нацепить камеру на крепкий лоб. «Заебок!» Вован подхватил копьё и гордо выпятил могучую грудь. «Погнали, ёпта! Только Катеньке заскочим по дороге!» Мы с Валерой переглянулись. «Конечно, заедем!» Сказал я. Мне было любопытно, не свистел ли Вова насчёт своей крали. Десантник затушил огонь. Слава богу, не по-пионерски. И мы направились на выход. Свежий кислород опьянил после вавановских портянок. Слегка потеснившись, усели строём на снегоход. Вован порывался за руль, но я не дал. Так будет спокойнее. «Ну чё, ребзя, как ехать, говорите?» Спросил я, заводя мотор. «По реке пару КММ, потом на просеку справа!» Подсказал Валера. «Я скажу, где сворачивать!» «Там чутка пораньше влез за рули!» Пробухтел сзади Вован. «Нахера?» «Чё забыл, блядь? Катеньки моей на пару сек буквально!» «Хорошо!» Отозвался Валера. «Езжай, Саня!» Снегоход натужно взвыл. Мы медленно потарахтели, объезжая вековые ели. Потом Ямаха вырвалась на застывшую реку. Морозный ветер хлестнул в лицо, когда я притопил газу. «Отлично! Хватит сидеть в схроне!» Сердце радостно пело, несясь на первое боевое задание. «Стой! Стой, япон-мать!» Рявкнул Вован. «Чё такое?» Я притормозил. «Вона, туда давай!» Он указал копьем. «Здесь моя Катенька живет!» «Окей!» «Познакомишь хоть?» «Конечно, говно вопрос!» Десантник уже спрыгнул, но обернулся. «Только, блядь, если кто подкатывать будет Катеньке, яйца отрежу нахуй!» «Спокойно, Вова! Мы женатые люди!» Улыбнулся Валера, и мы двинулись за мощной фигурой в шкурах, убегающей в чащу леса. «Что это за Катенька? Ты не в курсе?» «Нет», — пожал плечами друг. «Но тоже интересно!» Прошли совсем немного, когда услыхали дикий нездоровый рев. Выкинув сигарету, я схватил сайгу и побежал. Валера чертыхнулся и бросился следом. Возле небольшой избушки, сложенной из могучих столетних бревен, на коленях стоял Вован и зверем выл серое небо. Я понял, что случилась какая-то хрень. Окна выбиты, кругом разбросана утварь, тряпки, видны следы крови. Валера проскочил мимо десантника, быстро заглянув в хату. «Никого», — в полголоса сказал он. «Что случилось?» — спросил я, хотя и так все было ясно. Похоже на лед. Забрали все, девку, видимо, с собой прихватили. «Вот суки!» В висках стучала кровь. «Вован!» Ни слова не говоря, как снежный человек, он бросился к оставленному снегоходу. «Вован, остались следы! Мы найдем их, подожди!» Орал я на бегу. Но взбешенный вояка уже ничего не соображал. Жаль, я не заглушил Ямаху, блин. Белой тучей взмылся снег. Вован врубил полный форсаж. «Вован! Возьми!» Я скинул с плеча Сайгу. Но он только обернулся на миг и скрылся за изгибом реки. «Кажется, операция идет не по плану», — сказал я подбежавшему Валерия. «Дай сигарету! Да черт бы его побрал!» «Как думаешь, куда он помчался?» «Куда?» «По следам, скорее всего». Друган устало выпустил дым из легких. «Но, похоже, это люди Сергеича. Больше некому. Ну вот и что нам теперь делать, Саня?» Пошли за ним. «Но до райцентра знаешь сколько километров!» Тогда побежали. Я достал из рюкзаку на стойку Егорыча. «Давай-ка хлебнем и погнали». Спустя три часа выбежали на пригорок. Я остановился, не зная, что сказать. Рядом, как выброшенный на берег окунь, хватал ртом в воздух Валера. В стеклах его очков отражались языки пламени, охватившие добрую половину райцентра. Гремели выстрелы. Вдалеке кто-то кричал, что-то взрывалось. Вован успел раньше. «Прикрывай отсюда, у тебя оптика нормальная», сказал я, кивнув на разлапистую елку. «Походу, надо выручать десантуру». И побежал в огненный хаос разгорающегося боя. Я перепрыгнул кучку трупов с отрезанными ушами. В сухом милицейском протоколе написали бы, «Жертвы скончались от множественных колотых и резаных ран. Но эти мысли бегущей строкой пронеслись по краю сознания. Мертвые не интересуют меня». Взгляд сканировал бушующее пространство в поисках живых агрессоров, которых нужно перевести в более спокойное состояние. Начались первые строения. Я оглянулся, но, естественно, не разглядел Валеру в разлапистых ветках ели. Надеюсь, комрад хороший снайпер сможет прикрыть от неожиданно подкрадывающихся врагов. Хотя, кого я обманываю? Умеет ли он вообще стрелять? Несмотря на сомнения, наличие пусть и не очень надежного товарища, но с нарезным стволом и оптическим прицелом слегка греет душу. Подбежав к забору, выглянул за угол. Проулок освещает пламя от горящей машины. Натовский агрегат с торчавшими из люков и окон обгорелыми тушками порадовал глаз. Полярный ветер прибивал к земле жирный черный дым. Ништяк. Я нырнул в завесу невидимой смертоносной тенью. Пересек улицу и побежал вдоль частично разрушенных двухэтажных строений. Вряд ли их расхерачил наш бравый десантник. Скорее, давняя работа мародеров. Один за другим раздалось пять оглушительных взрывов. Я припал к земле. Хорошая привычка, выработанная со времен страйкбола, где я обучался тактическим премудростям ведения боя в городских условиях. Но валялся в грязном снегу зазря. Бахануло далеко отсюда, в центре. Наверное, там база Сергеича. Хрен знает. Двигаюсь наугад, как в игре на новом уровне. А надо ли туда идти? Может, Вован и сам прекрасно справится? Мелькнула предательская мыслишка. Это его личные разборки. А нам надо только разведать местность. В конце концов, мы с Валерой отмахали километров двадцать в полной боевой выкладке, что называется. Моя снаряга промокла до тактических трусов от пота. Ноги совсем не идут. Я остановился. Тяжело дыша, припал спиной к стене. Что за малодушие, Санек? А ну соберись! Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, прижимая к груди верную сайгу. Потом снял рюкзак и вытащил бутылочку. Настойка лесника отлично помогла, когда мы совершали марсбросок. Но сейчас не помешает добавить немножко бодрости. Скрутив крышку залпом, выпил остатки. Треть склянки. Отбросив пустую тару, схватился за стену. Вот это жесть! В тело словно воткнули оголенный кабель на триста восемьдесят. Каждую мышцу, каждую клетку пронзил неумолимый жар и жажда. Жажда действия. Я сплюнул. Лицо оскалилось дьявольской ухмылки. Повоюем. Свернул за поворот. На меня несется мужик. Из распоротого живота валятся на тротуар бурые кишки. Уступил дорогу бедолаге, не став тратить милостивую пулю. Путь перегораживает баррикады из разбитых авто и кирпичей снега. Но кто-то уже проделал брешь. Я перешагнул оторванную голову, держа на изготовку ружье. Что за трешняк тут творится? Дальше улица терялась в ревущем огне и дыму. Чуть не заорал, когда из пламени с истошным мычанием выскочила горящая корова. Я прыгнул в сторону какому-то крыльцу. Походу сметанки не видать. «Руки! Руки вверх!» Я обернулся. Из приоткрытой двери смотрит дрожащая дула ока в руках незрачного хмыря. С силой пнув дверь, засадил прикладом прямо в небритую харю. Выхватил нож, всадил сердце бандита. Порядок, двигаем дальше. Бурлящий поток боевой эйфории пульсирует в венах. Какие-то крики. Из дыма на перерез вынурнула группа, звенят цепочками и заклепками на байкерских куртках. Сайга ударила в плечо, огрызаясь огнем. Взрывались головы в банданах с черепами, летели в сторону отстрелянные конечности. Пустые гильзы выскакивали проворной очередью. Зашибись! Я перезарядил карабин. Картечь – самое то для ближнего боя. В который раз в этом убеждаюсь. Страшные картины возникали в дыму тут и там. Тело в натовской форме с перерезанной глоткой. Молодец, Вовчик, но некогда шмонать. Труп в полицейском бушлате, насаженный на острые пики заборчика. Ничего себе бойня! Бандит с раздробленной, видимо, об кирпичную стену башкой. Дым стал гуще. Я бежал по параллельной улице горящие здания. По ходу автопарк. Новые крики и грохот выстрелов заставили ускориться. Наверное, раньше ДБП – это было здание администрации. Но сейчас здесь главная резиденция местных отморозков. Судя по некоторым окнам, заложенными мешками с песком и пулеметным точкам на крыше. И там уже вовсю кипит бой. Языки пламени лижут нижние этажи. С грохотом взорвалось стекло. Оттуда истошно вопя вылетело тело и заткнулось, свернув шею об входную группу. Жив еще десантник. Тут я заметил вооруженных лопцев. Рыл десять. Крадутся вдоль забора. Некоторые тащат длинные трубы. Что это у них? РПГ или стингеры? Не теряя времени, швырнул гранату им под ноги. Сам метнулся за угол. Ухнуло. Просвистели осколки. Мат и крики боли. Закинул еще одну для контроля. И после гулкого хлопка бросился в атаку. Несколькими выстрелами на ходу добил шевелящиеся тела. В этот момент по спине пробежал холодок. Тело само дернулось к земле. Суровая очередь словно лазером рубанула остатки забора. Я шустро попол, стараясь не поднимать голову. Пули довольно крупного калибра хлещут по стенам резиденции. Противно визжат рикошеты. Сверху сыплются куски кирпича, штукатурка. Кто ж так лупит, блин? Осторожно обернувшись, увидал медленно выезжающий армейский хаммер. Стрелок наверху, не жалея патронов, херачит по зданию. Гребаный ВДВшник разворошил осиное гнездо, сука. Уловив момент, сделал бросок в разбитый дверной проем. Перед этим заметил, как с крыши загрохотало в ответку. Машина задымилась. Американский пулемет заткнулся, когда стрелка разорвало фарш. «Вован!» — заорал я. «Это Санек, не стреляй!» «Братка!» — раздался радостный рев сверху. «Давай сюда! Окружают сучары!» Выглянув, я похолодел. Со всех сторон стягивались темные фигурки. Короткими перебежками от укрытия к укрытию. Совсем хреново. А я думал, Вовчик всех уже положил. Задыхаясь от дыма, побежал наверх. На лестнице меня встретил десантник с пулеметом на плече. «Шикардос, братка! Ща в двоих тут всех перехерачим!» «Вован! Надо валить их до хрена!» «Не ссы! Ща пиздец им придет! Серегу жду сучару эту!» «А что с девчонкой? Отыскал?» «Да здесь, а Катенька!» Пригибаясь, вбежали в просторный зал. «Катенька, не бойся, это Саня!» Крикнул Вова. Я огляделся и увидел испуганно забившуюся в угол хрупенькую девушку. Зажав ладонями уши, она с испугом смотрела на нас. «Привет!» Пробормотал я, бросаясь к бойницам. «Держи вход лучше! Ща попрут!» Вован деловито установил пулемет и короткими, но емкими очередями срезал особо настырных бундуков, решивших перебежать улицу. Вдруг внизу что-то бахнуло. Клубы черного дыма повалили с лестничного проема. Я услышал топот ног и, не раздумывая, кинул гранату. Потом, высунувшись, послал несколько зарядов картечи в клубящуюся мглу. Опять магазин пуст. Как же быстро улетают патроны! Выдернул из разгрузки новый, и в этот момент сильный удар выбил из рук сайгу. Новый толчок опрокинул на пол. Кубарем перекатившись, выхватил револьвер. Из дыма и огня надвигалась массивная фигура. Я выстрелил. Ублюдок очнулся. В бронике, гад! Еще выстрел. В пустоту. Стремительным движением противник ушел с линии огня. Крепкая нога прилетела в лицо и в руку. Револьвер отлетел в сторону. В руке громил и сверкнул десантный нож. Серега, на! Мне хватило доли секунды, пока тот отвлекся. Вскочив, зарядил свертухи в грудак. Так это Сергеич собственной персоной. Тот качнулся и обрушил вихрь ударов ножом. Если б не настойка Егорыча, мне б не хватило реакции уйти от быстрых, как молния, выпадов. Но сейчас он меня достанет. Некуда отступать. Мощный удар в голову с ноги опрокинул главаря бандитов. Вован подоспел вовремя. Десантник выхватил нож и пошел на Сергеича. Он уже на ногах, слегка мотает головой. Ох уж эти десантники! Ничем не прошибешь! Братка, Катюху уведи! Выкрикнул Вован, бросаясь в бой. Два резких, как сама смерть гиганта, схлестнулись схватки на фоне ревущего пламени. Я поднял револьвер. Как раз вовремя. В окне показалась рожа, которая тут же получила свинца. Звуки ударов и яростные выкрики свидетельствовали, что бой идет с равным успехом. Внезапно Вован откатился, пропустив подачу. Мне под ноги что-то отлетело. Камера. Подхватил и сунул в карман. Снова что-то бахнуло. Заскрипели перекрытия, пожираемые избесившимся пламенем. Рухнула балка. Катенька, блин! Где она? Тут я увидел бегущего на меня Сергеича. Быстро, как Клинт Исвуд выхватил револьвер, послал свинца почти в упор. Могучее тело отбросило прочь. Я побежал. Уже нихера не видать в дыму. Где она? И чуть не запнулся об свернувшуюся в клубок девушку. Вставай, бежим! Дернул ее, увлекая за собой. Она совсем походу не соображает. Вот и тут. Хрупкое тело в моих руках обмякло, оседая на пол. Из спины Кати торчит суровый десантный нож. Нет... Как же так? Я увидел поднимающегося Сергеича. Нечеловеческий вопль сотряс стены. Сергеич обернулся к ошалевшему Вовану и произнес. А на что ты надеялся, Володя, когда променял боевое братство на какую-то бабенку? Я захотел прервать эту речь, нажав на курок револьвера. Щелчок. Нет, барабан пуст. Сергеич медленно с ухмылкой поднял мою сайгу. Ну вот и все. Битва проиграна. Я аккуратно положил безжизненное тело на пол и распрямился в полный рост, готовя встретить смерть. Безжалостная усмешка судьбы быть застреленным из собственной сайги. Зато нанесли мощный урод ублюдкам. Через пару дней неведомое командование зачистит этот уголок беспредела и беззакония. Жаль, не доживу и не увижу, как бандиты будут болтаться на веревках. Словно в замедленной съемке Сергеич поднимает ствол карабина. Смотрит то на меня, то на Вавана, выбирая, кого первым отправить на тот свет. Наконец, разворачивает дуло в мою сторону. Я изо всех сил рефлекторно сжал мышцы пресса. Сейчас прилетит заряд злой картечи. В эту секунду из его шеи стрельнула струя крови. Вражина захрипел и скосил глаза на торчащее из горла лезвие баллистического ножа. Ваван, отбросив пустую рукоятку, как локомотив бросился в атаку. Но Сергеич не падал, стремительно разворачивая пушку. Я вышел из ступора. Разбежавшись, перемахнул горящую балку и с двух ног опрокинул гада. В прыжке выхватил сайгу, приставил к голове. Но за миг до завершающего аккорда вышибания мозгов, чья-то рука отвела ружье в сторону. Палец все равно нажал спуск. Черт, магазин-то пуст. Недоуменно поднял голову и посмотрел на Вавана. Испачканные в саже скулы пересекли две мокрые дорожки. Десантник несколько мгновений глядел на тело Кати. В застывших глазах отражалось пламя. Затем, отодвинув меня в сторону, он склонился над Сергеичем. Раздался треск рвущейся плоти, истеричный вопль. Я поспешил отвернуться. «Ваван, надо валить! Сейчас горим же, блин!» Выкрикнул я. Десантник не слышал ничего. Голыми руками он драл поверженного врага на части. Внезапно здание вздрогнуло, прошелся тяжелый гул. Едва успел прикрыть лицо, когда ударила огненная волна. Меня оторвало от пола. Увидел свои ноги на фоне удаляющегося оконного проема. Краткий миг невесомостей, и я плашмя приземлился в сугроб. Сверху летят горящие осколки. «Твою мать, Ваван!» Перекатился и нос к носу столкнулся с перепуганной харей бандита. «Блин, не успею вставить магазин!» Чувак, тряся хилой бородкой, навел АК. В следующий миг его череп разорвало неведомо откуда прилетевшей пулей. Я услышал только краткий взвизг и липкое чпок. Валерина работа сто пудов. Зря, выходит, сомневался. Но где же Ваван? В здании что-то хрустело, лопалось, взрывалось. Я отбежал к ближайшим строениям, чтобы не нарваться на уцелевших бандюков. Хотя не думаю, что они горят желанием воевать после такого отлупа. Присев возле забора, перезарядил сайгу. До боли прикусив губу, наблюдал за рушащимся зданием. «Ну же, Ваван, давай!» «Не могу поверить, что бесстрашный десантник погибнет!» Но как я не вглядывался, так и не увидел знакомую фигуру в обгоревшей тельняшке. Со страшным треском провалилась внутрь крыша. Взмыл до небес огненный вихрь. «Нет, Ваван, покойся с миром, бравый вояка! Вечные синевы и мягких тебе приземлений на той стороне! Надеюсь, встречешь свою Катеньку!» С комом в горле подумал я. «Теперь точно пора убираться!» Никто не мог выжить в этом пекле. С тяжелым сердцем я побежал назад. Ноги едва переставлялись. Действие энергетика, скорее всего, закончилось, потому что навалилась дикая усталость, апатия. Не помню, как выбрался на окраину, где начинался темный спасительный лес. Сейчас даже школьник мог запросто меня прикончить. Иногда я видел какие-то тени, выбегающие из проулков, но свист винтовочных пуль останавливал их бег. Зачетно стреляет Валера. Отстраненно подумал я. Не забыть ему проставиться. «Камрад, ты жив!» Услышал, наконец, знакомый голос. «Как видишь, я устало плюхнулся в сугроб. Не ранен?» «Да вроде нет». «Где десантник? Что с девчонкой?» Я только отрицательно мотнул головой. «Ясно». Валера уселся рядом, раскурил сигарету и сунул мне в зубы, так как пальцы не слушались. «Покурит, дружище! Да поедем, пока люди Сергеичи не начали облаву. Я тут снегоход твой нашел!» Сергеич не побеспокоит больше. «Как его кодло!» Ответил я, равнодушно выпуская дым. «Ваванова работа?» «В основном. Так, помог слегка. Кстати, держи. Отдал камеру. Вроде целая, только защитный прозрачный пластик весь исцарапан и поплавлен местами. Здорово! Надеюсь, что записалось. И спасибо тебе, Валера!» «За что?» Удивленно спросил друг. «Хорошо стреляешь!» Классно прикрыл на отходе. «А я не стрелял?» Захлопал глазами он. «Не видно же совсем из-за дыма этого!» «Не смешно, если ты пошутить решил!» «Я не смеюсь!» «На самом деле не стрелял!» «И выстрелов не слышал!» «То у вас там все время грохотало!» Заскрепил снег приближающихся шагов. Валера вскочил, а я остался сидеть, только сайгу поправил. Без удивления посмотрел на суровые валенки, появившиеся в поле зрения. «Шо расселися, бедолаги? Жоп-то подмораживаете!» Я поднял взгляд. Егорыч, опершись на Мосинку, щурится от дыма самокрутки, глаза смотрят лукаво. Даже не удивился, увидев старого ветерана, только кивнул в знак благодарности. Вот, значит, чьи пули помогли выбраться. С удивительной для своей комплекции силищей дед выдернул меня из сугроба. «Где гостиница-то, дедушкин?» Закончился. «Ну, тады на!» Егорыч чуть ли не силой влил свою настойку. Я шумно вздохнул. Ушло проклятое оцепенение. «Спасибо, старчи!» «Да кого там!» «Дед завсегда помочь-то рад!» «А ты никого больше не видел?» «Я права вана, здоровый такой в тельняшке!» «Не видал, эх!» Старик снял шапку и посмотрел на догорающие остатки поселка. «Жаль!» «Так это ж война, хлопчик!» «Да, только сейчас я осознал значение этого слова – война!» «Это не веселые пострелушки, как на страйкболе!» «Война – это ужас, огонь и смерть близких товарищей!» «Но я не отступлю!» «Мои кулаки сжались!» «Не буду трусливо отсиживаться!» «Слишком много врагов и просто хищников на двух ногах топчут нашу землю!» «Но это ненадолго!» «Поехали! Темнеет уже!» Валера подкатил мой снегоход!» «Езжай уж!» «Сказал Егорыч!» «У дед дела еще здесь!» «Счастливо, старче! Свидимся!» Я прыгнул на сиденье. «Да уж не сомневаюсь!» Погладил бороду старик. «Мы ехали сквозь мглу ночи и вечный снегопад!» «Вел Валера!» «А у меня в ушах все грохотал басистый смех десантника, его матерки и суровые приколы!» «Всплывали моменты, когда я только встретился с ним, вытащив из багажника машины, контуженного, но всегда готового крушить все подряд. А вот мы бухаем у костра, закусывая свежепойманной Вованом олениной. А как классно он играл на гитаре!» «Мне доводилось его слышать всего раз!» Но в памяти крутились строчки военных песен про Чечню и про десант. Несколько дней я не вылезал из хрона. Лена старалась не докучать, видя мое настроение. Яростно тренировался до потери пульса, тягая железо и отрабатывая удары. Поделал мелкий ремонт в некоторых помещениях, провел учет припасов и разложил все по своим местам. Печально смотрел на меня люк в подземелье. Больше оттуда точно никто не вылезет. Я занимался установкой входной двери, когда услышал голос Валеры. «Сань, свои!» «Здорово!» «Привет!» «Какими судьбами!» Я капнул масло в дверные петли. «Помянем Володю!» Он достал из подпуховки бутылку немиров. Следом с любопытством показалась рыжая мордаха Фиделя. «Проходи, конечно!» Лена накрыла стол на кухне и ушла в другую комнату, чтобы не мешать. Выпили, не чокаясь. Помолчали. Потом еще по одной. Валера стала рассказывать последние новости. Райцентр теперь полностью под контролем выживальщиков и ополчения из окрестностей. Скоро намечается наступление на Кандалакшу. Это радует. Вавана так и не нашли. Валера лично лазил по еле дымящимся развалинам, но кого-то опознать в груди обугленных досок и кирпичей было нереально. Когда первая бутылка показала дно, я достал из своих запасов, Валера положил что-то на стол. Камера. С ней Вован отправился в последний бой. «Смотрел уже?» «Тяжело опустившись на стул», спросил я. «Некогда было». Камрад снял футляр и вытащил карту памяти. «Но у тебя вроде есть комп. Посмотрим?» Конец второй части. С возвращением в реальность. Если вас зацепило наше путешествие в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах и в новой части Схрона.